Центральное отопление от котельной. В котельной что? Приходит газ, газ сжигается в котле, получаем, нагреваем воду, циркуляционным насосом эта вода подается к нашим потребителям, то есть жилые дома и другие потребители, и там от районных котельных, если тепло поступает. В элеваторных узлах идет смешение, подготовка нужных параметров и идет циркуляция по отопительным приборам внутридумовой системы отопления. И вот такие радиаторы отдают тепло именно нашему населению. Здесь одно но есть. Есть температурный график. Мы отопим по температурному графику. Есть постановление Российской Федерации 354 и там четко написано, что наша задача, наша задача обеспечить температуру в жилых помещениях не ниже 18 градусов, в угловых не ниже 20 и то же время там же сноска идет. Все вот температура нормативно не должна превышаться на 4 градуса, то есть 22 максимум. В зависимости от температуры наружного воздуха, мы даем соответствующую температуру теплоносителя. Все это рассчитано, все для того, чтобы обеспечить температуру квартиры там не ниже там 18-20 градусов. Все это даем. Но есть еще одна проблема. Из этой же котельной, из этой же теплостей мы обеспечиваем горячее водоснабжение. По горячему водоснабжению, по Санпину российскому уже, температура горячей воды у потребителя должна быть от 60 до 75 градусов. По Украине было минимально 50 градусов. И чтобы дать температуру порядка 60 градусов, ну пусть там 55 хотя бы все, мы вынуждены держать температуру теплоносителя порядка 70 градусов, не ниже 70 градусов на выходе из котельной. Котельная работает круглые сутки, операторов на смене двое, лаборант. Операторы следят за параметры, гидравлическими и температурным режимом. Киповец обслуживает свои приборы. Электрика, естественно, там по электрической части. Имеется график обхода теплотрасс, ежедневный. Персонал слесарей обслуживает непосредственно там все оборудование и теплотрассы.